Здравствуйте, дорогие товарищи! Я вывернулся, видите мое обожженное солнцем и поцелуями иноземных женщин лицо. Ему хорошо, он куда-то ездил. Я скажу куда, но потом. Здравствуйте, всем привет! На сегодня опять трое, господин Орлов к нам повадился, стал постоянным нашим посидельцем. И пусть он никогда не отваживается. Да, поближе. Прекрасный, прекрасный посиделец. Поближе в камеру. Много места ему не надо. Не, не надо, мы должны быть все в одной камере. Говорит он мало, но емко. Не то, что я, который говорит много и не по делу. Кстати, знаете что, прежде всего, ребят, все-таки, в отличие мы о чем-то будем говорить, давайте все-таки, правда, выразим соболезнование польскому народу. Да, я как раз хотел сказать, сегодня мы пишем в необычное такое воскресенье, потому что вчера произошла большая трагедия. Это ужасно просто. Поэтому я думаю, что выражу наше общее мнение. Да, и сильно хохмить сегодня не будем, уж извините, потому что завтра траур у России, почему-то завтра, и у польского народа со вчерашнего дня траур. Да, в общем, мы ничем не можем здесь никому помочь, но поверьте, что мы всей душой с вами. Все, кто потерял родных, близких, все, кто потерял людей, которых любил и уважал, примите наши самые искренние соболезнования. Мы с крови вместе с вами. Ну, больше не знаю, что сказать. А, наверное, больше ничего и не нужно. Главное сказать то, что ты на самом деле чувствуешь. Именно об этом же мы сегодня будем говорить. Говорить о разговоре, о разговорах и так далее. Сегодня мы собирались, мы не предполагали никаких трагических обстоятельств, и мы наметили тему, тему воспитания разговора с детьми. Воспитание разговором с детьми? Ну, можно сказать, что это тоже воспитание разговора, но разговор как таковой с детьми. В принципе, тему эту подал вот так вот ворвавшийся к нам на постоянное место жительства, на ПМЖ, господин Орлов. Так пусть он и начнет. Пусть он и начнет. У него, так понял, есть свое развернутое мнение. Сашенька, ну будь кормит. Сколько кормит, да? Бегомок. Все просто. Как обычно в этой жизни, все просто. Дети не должны случаться. Дети должны быть желанны, их появление должно быть обдумано и, ну, своевременно, разумеется. То есть это не то, что мы делаем, как мы делаем все остальное. Как мы делаем болты, гайки, мясорубки. Ну, это, кстати, скверно делаем. Ну, по плану, согласись. Да. То есть это не то же не случайно. И проблема, колоссальная проблема непонимания родителями своих детей и точно так же в обратную сторону, и нелюбовь в обе стороны. Это все от того, что дети рождаются и растут в основном как трава. На мой взгляд, это просто чистая биология и не более того. Вот когда не более того, то получается, что дети собственным родителям, ну, в основном, разумеется, в общем, не сильно нужны и не сильно осознанно нужны. Дети, разумеется, подрастают и чувствуют и живут несколько отдельно, они живут несколько своей жизнью. Ими никто не занимается, с ними никто не возится. Ни с годичного возраста, ни дальше им не уделяют внимания. Потому что приоритеты ценностей родителей, они, в общем, не на первом месте. Дальше начинаются последствия этого всего дела, этого отношения к детям. Поэтому тут уже можно присоединяться. А, вот так. Уже можно, да? Да. Это основной тезис, и я бы хотел, чтобы вокруг него что-то такое... Ну, я так понимаю, что это не едят разговор, что это вот только в России, да? Потому что я... А мы не знаем, чем-то другие страны. Ну, я не знаю, я общаюсь с людьми, мне, наверное, чуть проще. У меня практически, я уже много раз об этом говорил, у меня практически не осталось в России людей, с которыми я начинал когда-то все свои проекты, какие бы то ни было, и печатные, и телевизионные, и родильные, и все, что я начинал. Почти все люди давно-давно отсюда уехали, осталось тут пара человек. Вот, Сеня жил где-то, с ними я довольно-таки активно общаюсь. Вот, почти у всех есть разного возраста дети, от довольно-таки небольших, там, не знаю, 5-6 лет, до уже взрослых более 20. Вот, и разные проблемы, вот, как они решаются, я думаю, что, наверное, знаю чуть лучше, потому что это моя тема. Тема, которую я люблю, которая много писала, которая много говорил, вот, которая много имеет в теории, скажем так, по этому поводу сам. Ну, поэтому, наверное, чуть лучше знаю. Я не считаю, что это тема российская. Я считаю, что это тема общая. Более того, если углубиться в чтение классики, это тема очень давнишняя. Тут, наверное, будет зависеть, скорее всего, от индивидуального подхода каждого конкретного, может быть, родителя, если так сказать, да, и его теории. Опять же, что он в свое время воспитал своих родителей, какой он, скажем так, налет вот этот получил, и как он использует это в дальнейшем. Одно дело, как мы уже говорили о детях, которые воспитывались без родителями неоднократно, да, то есть, как они, вот, не имея какого-то опыта общения с нормальными старшими, да, не могут впитать себе вот дети из детдомов, им сложнее потом проецировать что-то. Они могут взять из книги, могут... Да, нету какой-то, ребенок получает некое программирование в детстве, вот, исходя из которого он сам строит свои отношения с детьми. Хочет он, не хочет он, так или иначе, у него есть некий шаблон, который ему, может быть, даже не нравится, но так иначе он все равно ему следует. Вот, поэтому, соответственно, тем, кто воспитывался в детдоме, немного сложнее, не знаю, лучше или хуже, то, что он пишет с чистого листа, может быть, он, говорит, начитавшись с полка, там, икорчика, делает все правильно, может, он ничего не читавший, или, там, начитавшись какой-нибудь Марининой делает подозлом, вот, или... Конечно, я просто, прости, что я переговорю, я просто боюсь, что ему может не прийти в голову, не почистить эти книги. А он может почистить их случайно, ему эта модель может просто понравиться, не обязательно. Я как раз не сторонник того, когда вот родители начинают лихорадочно искать книжки по спирам детей, когда они у него уже есть. Я так понимаю, что книжки надо, в принципе, читать, потому что тебе любопытно. Ну, это знаменитая история, когда две даны пришли к Толстому Льву Николаевичу и сказали, что, ну, вот сейчас одна из них сказала, я вот сейчас на восьмом месяце, Льву Николаевичу, скажи, пожалуйста, как вот мне воспитывать стал дорогая, да, поставили на восемь месяц. Да, 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 мы уже тут даже как-то цитировали фразу, вот, поэтому я говорю, что человек должен, в принципе, как таково, читать книги, оттуда он берет некую модель, неважно, книги ли это специально по воспитанию детей, по психологии, еще что-то, или книги, в принципе, литература, просто ведь описываемые какие-то события жизни, это все есть какие-то модели, с которых человек может что-то брать. Вот, поэтому, лично у меня-то очень четкая позиция, что ребенок это в основном твой друг, прежде всего. Верно. Да, то есть самое главное, должны быть определенные рамки, как и между друзьями, не должно быть, ну, полного стопроцентного такого понебратства, я противник этого даже в дружеских отношениях. Пожалуй. Вот, да, то есть все равно должно быть определенный барьер, то есть нельзя его переходить, вот, но не должно быть каких-то, таких-то табуированных тем, я об этом много раз говорил, буду повторять постоянно, то есть не должно быть тем, кроме тех тем, которые по какой-то причине, ну, принадлежат другому человеку, или человек не готов говорить на эти темы, никаких других барьеров быть не должно. Если ребенок приходит, говорит, ему что-то там смущает в отношениях между папой и мамой, он должен иметь право честно задать вопрос, почему так папа говорит с мамой, почему мама говорит так с папой, ему нельзя сказать, заткнись с ним в твое дело, вот, ему нужно четко ответить, почему так, даже если тебе очень тяжело это сделать. Совершенно верно, и вот тут ты упомянул очень важную вещь, ты сказал о том, что дружба, дружба подразумевает самое главное, уважение. Как это не дико звучит, в первую очередь для России, ребенка оказывается, как мне кажется. Почему для России? Ну, я просто, неважно, нужно уважать. То есть то, о чем говорил Куртик, что до уровня ребенка нужно подниматься, а не опускаться. Вот это напрочь отсутствует, собственно, поэтому мы здесь сидим и говорим на эту тему. Нет, для меня это вообще дикость определенная, я вообще не понимаю вот этого странного снобского отношения, что где бы то ни было ребенок входящий должен говорить взрослому вы, а ребенок должен ему тыкать. Вот это вот странное отношение, мне непонятно. Да, совершенно верно. То есть либо оба говорят друг другу ты, либо говорят друг другу вы, никак иначе. Но это то, что в основном происходит как раз именно в России. Ну, я бы не сказал, что это все так. Ну, ладно, дело не в этом, бог с ним. Мы говорим космополитично, бабочек мы говорим вообще. Ну, Россия просто, как вам, лучше известна, поэтому мы говорим по Россию в основном, да? Ну, да, да. Так вот именно, мне очень нравится. А это молчит все. Наконец-то. Я мне, подождите, подождите, значит, был тезис, да? Да. Был еще один тезис. Да. Антитезиса не было. Ну-ка достань свой антитезис. Я достаю из широких штаник. Мы сегодня обещали. Да, да, да. Значит, это самое. У меня очень много возражений. Очень много возражений. Давай бей нас. Много возражения касается того, Андрюша, оно мелько будет сказать, что русские, уехавшие в Америку, не американцы. Я согласен, я не говорю, что они американцы. Нет, нет, когда Саша, вот, понимаешь, значит, нельзя, на мой взгляд, или практически никогда нельзя узнавать о том, как обращаются в Германии с детьми, разговаривая на эту тему с русскими, которые уехали в Германию из России. Ну, тут это тоже спор, но это тема другой. Поэтому я еще раз просто говорю, что все, что мы сейчас говорим, Андрюш, хотим мы, не хотим, мы говорим о России. Окей. Поэтому, когда Саша говорит, что... Скажу противное слово «окей». Я могу привести пример русских, да не русских, а людей, которые иногда живут в России, которые родились там, с которыми мы тоже общаемся. Ну, это вопрос другой. Это другая тема. Поэтому, когда Саша говорит, что уважение, отсутствие уважения, это российская беда, отсутствие взаимного уважения, он, на мой взгляд, совершенно прав. Я не знаю, может быть, в Нигерии тоже эта беда есть, но мы живем в России и говорим мы о ней. Да? Это действительно наша колоссальная беда. Отсутствие уважения друг к другу со стороны взрослых людей. Вообще независимо. Детей. Абсолютно независимо. Теперь, вот у меня огромное сомнение, дорогие друзья, что стремясь родить запланированного и желанного ребенка и представляя себе, как ты будешь с ним обращаться, ты добьешься того, ты добьешься той цели, которую перед собой поставили. Вот мой жизненный опыт мне показывает, что, к сожалению, к ужасу нет прямой зависимости между тем, что ты вкладываешь в ребенка и тем, что ты получишь на выходе. То есть я что хочу сказать? Что бывает такое, что твои вклады в ребенка, твоя продуманность, ты родил желанного ребенка. Ты с самого начала с ним на вы. Ты его уважаешь. Ты до него дорастаешь, а к нему не сходишь. В семье царит атмосфера любви и уважения. Вполне возможно, что вот все эти события приведут к тому, что вырастет достойный гражданин. Но едва ли не с той же вероятностью, возможно, и совершенно обратно. Но тут может включаться два фактора. Фактор, во-первых, привнесенного воспитания, это раз. То есть помимо семьи, это раз. А второе, то, что генетический код обязательно твой же. Вот, вот, вот. Он может быть прадедушки седьмого колена. Вот я к чему веду-то. Ужас-то в чем? Я вырос в хулиганском дворе. Вообще, живя в городе Свердловске, я перешел из нескольких хулиганских дворов, такую анфиладу прошел, хулиганских дворов. А еще были другие? А? Да, конечно. Ну зачем? Я повезло. Там был дом под названием, ты его помнишь, Творянское гнездо, где жили хорошо воспитанные дети. По крайней мере, они так себя вели на улице. Значит, я видел просто, как в семье алкоголиков, совершенно брутальных типов, растут достойнейшие люди. И я видел, как в семьях, где детям стремятся дать хорошее воспитание, образование и делают все для того, чтобы они выросли достойными гражданами, как в этих семьях растут совершенно убежденные с детства подонки. Вырастают в них. Мне кажется, ты путаешь. Я не говорил о людях, желающих дать воспитание детям. Я говорил о отношениях внутри семьи. Вот, вот, я к тому. Давай еще более конкретно скажу. Отношения внутри семьи мало что гарантируют. Вот, что я хочу сказать в конечном итоге. Наши с вами стремления мало что гарантируют. Вот, что я хочу сказать в конечном итоге. Безусловно, каждый должен стремиться родить себе друга в лице ребенка. Безусловно, каждый должен стремиться, чтобы ребенок был желанный, чтобы в семье царили мир, спокойствие, любовь и уважение. Стремиться к этому, безусловно, надо. Вопрос-то в том, что у людей возникают порою иллюзии. Они думают, что вот это все гарантированно, стопроцентно, закономерно приведет к желаемому результату. Увы, это не так. В деле воспитания детей действуют те же законы, что в медицине. Как вам известно, здоровье человека минимум на 45% обусловлено его наследственностью, а не усилиями медицины и даже не стараниями его лично, в смысле соблюдения гигиены. Ну, в общем, это бесспорно. Я говорю про остальные 60. Либо они наличествуют, наличествуют правильно. Вот, Саша, но это очень важная оговорка. Согласитесь, да? Безусловно. То есть мы должны сказать с самого начала, да, что существует огромный некий андеграунд базис, влиять на который мы не можем. Это карты, которые легли на небесах. Да, однозначно. Правильно, Андрюша? Кто родится... Я могу желать ребенка, изо всех своих сил желать. Из самого вот буквально он в колыбели лежит, могу играть Моцарта над его головой. И нет никакой гарантии, что я не воспитываю Гитлера. Ну, никакой. А могу наоборот, поливать его матом, пинать его. И нет никакой гарантии, что не родится Солженицын или там, значит, какой-нибудь другой, так сказать, лидер, значит, мировой культуры. То есть есть некий андеграунд базис, влиять на который мы не можем. А дальше, вот вы совершенно правы. Да, да? То есть то, что мы можем сделать, мы должны сделать. Ребенок должен быть желанным, а не случайным, да? Да? Ребенок должен расти в атмосфере любви и уважения между матерью, отцом, бабушкой, дедушкой, всеми домочадцами, да? Ребенка надо уважать и не относиться к нему как к животному. Надо относиться к нему как к человеку самых первых его шагов. Совершенно ясно, абсолютно согласен. Я с наслаждением наблюдал за некоторыми людьми, которые умели разговаривать с четырехлетними людьми совершенно уважительно и достойно. И объяснять им все так, что они все понимали. К сожалению, таких людей на моем пути было очень мало. И сам я к ним не относился. Я не умел объяснить своим маленьким детям, откуда берутся дети, почему солнце встает в одной стороне, а не в другой. Меня доставало это все ужасно, все эти вопросы, да? Я не был терпелив, я не был мудрым отцом и воспитателем. Но я видел, повторю, как на моем пути жизненном встречались люди, которые просто поражали меня своим терпением и умением достойно разговаривать с четырехлетним ребенком. И что хочу отметить, знаете, как это получалось? Когда самому родителю это было интересно. Ты знаешь, я хочу еще сказать, какую вещь. Я считаю не принципиально, ты говоришь про выдержанность, это очень здорово. Выдержанный человек, это, ну, во-первых, он должен быть определенным флегматиком или санкьюником, чтобы иметь возможность. Не всегда можно быть выдержанным. Наследственность? Даже не в этом дело. Я считаю, что это не самое главное. Потому что ребенок тоже прекрасно поймет, почему ты послал его нафиг, там, грубо говоря, а потом пошел и извинился. Если ты просто можешь посылать, то он, наверное, не поймет, а потом пошел и сказал, вот так и так. Согласен. Человек прекрасно понимает, видя ребенок, такой же человек, он прекрасно понимает, что ты очень много работ, устал, там, все что угодно, он пришел раздражен. Он все это прекрасно понимает, если в целом, в целом ты его уважаешь. Согласен. Поэтому это уже не важно, быть таким вот выдержанным, о котором ты говоришь. Поэтому дети тебя в любом случае будут уважать, если ты можешь, ты рассказал чудесные истории по поводу тяжелой сумки и занятия сексом в свое время, да, про ребенку. И все остальное, ты говорил доступные вещи ребенку в другое время. Поэтому не важно, что когда-то ты, может, был раздражен, сказал, нафиг, не раздражен я тебя сейчас. Это не важно. В целом главное. Согласен. Главное в целом иметь нормальные отношения. Я ведь тоже и с взрослыми людьми могу и нафиг послать, но взрослый человек прекрасно знает, что я это делал сейчас, может, сильно очень замороченный, может, еще что-то такое. И поэтому прекрасно дает себе отчет, а не потому, что я его ненавижу. Понятно. Итак, давайте промежуточный итог подведем. Первое. Есть масса вещей, на которые мы влиять не можем. А там, где мы можем влиять, мы должны жить так, чтобы ребенок был интересен нам, а мы были интересны ребенку. Да, вот это очень правильно, Андрюш. И тогда между нами, между мной и моим ребенком, как бы он ни был мал, возникнет то, что вы называете взаимоуважением, взаимосвязью точной, четкой, глубокой. Правда? И интерес. Это ключевое слово. Интерес, уважение, это все одно. Потому что ребенок создает некую проекцию будущей жизни. Соответственно, если вы в принципе не к ребенку, а вообще к людям относитесь уважительно, эта проекция и пойдет на него, на его будущую жизнь. Гениальное замечание. Смотрите, еще один промежуточный итог. Нельзя уметь уважительно относиться к ребенку. И не уважать всех. И не уважать всех. Да. Вот. Уважение к людям, это не вектор, это поле. Правильно? Да. Вот. Молодец. Прекрасно. То есть, видите, что на самом деле-то получается, что высокие шансы того, что рядом с тобою вырастет личность. Для этого нужно быть самому личностью. О. Ну. Естественно. Все вопросы о воспитании, все вот эти тома, книги, все трактаты, диссертации, все сводятся к одному. Совершенствуйся. Правильно? Будешь личностью, Андрюша? Вырастешь личность? Ну, с какой-то степенью вероятности. Я опять же могу процитировать, уже упомянулся здесь Толстого, по-моему, как-то это цитировал, по поводу воспитания. Потому что он же говорил, у него есть такое, по-моему, не помню, как называется, что-то какое-то чтение на каждый день, что-то такое там у него. Вот. У него там есть какие-то волшебные слова, надо там расшифровывать слово «наказывать». Потому что исконное значение русского слова «наказывать» исходит «не бить», да, «давать наказ». То есть, наказывать, показывать собственным примером. Ну, конечно. То есть, ребенка надо каждый день наказывать, не бить, а наказывать собственным примером, показывать, как надо себя вести. Потому что мы об этом уже говорили, если папа хам, вот, или мама там хам, как грубо говоря, а ребенку говорить так нельзя, да, если мама там никогда там не моется, там руки не моет, а ребенок говорит, что надо мыть руки, это бессмысленно, вот, ничто не поможет. И никакая улица, на самом деле, не перешибет некой привычки постоянного примера перед глазами. Да, и еще один аспект. Ведь, собственно говоря, процессы воспитания в семье, в нормальной семье, его не существует вовсе. Процессом воспитания является просто минуты, секунды и часы жизни. То есть, ребенок, потому что нельзя сказать, что, так, иди сюда, значит, с 6 до 9, у нас ежедневно воспитываешь, 9 свободно. Это смешно. Он мне сейчас Путина напомнит. Что-то вот в нем было и в жестах. Своего попу, что я тебе Путина не напомню. Ну ладно. Это просто... Странный ремарк. Странный. 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 Ты методологичен, ты пистолодчен, ты пистолодчен, корчаковин, ты. Говорит, мы договорились сегодня шутить. Значит, если вы не против, я продолжу. Вернемся к детям, да. Значит, невозможно воспитывать по часам. Невозможно вообще воспитывать. Потому что ребенок образуется таким, каким он образуется, глядя, как ведут себя, в первую очередь, его ближайшие окружения. Папа, мама, бабушка, если он живет. И так далее. Вот реальные живые примеры. Он просто смотрит, как они общаются между собой. Как они разговаривают по телефону. Как они общаются с друзьями, которые приходят в их дом. Как они общаются с друзьями, когда идут куда-то. В магазине, если они берут его с собой. Вот это и есть воспитание. Вот тут и сложность. Поговоришь, папа, мама, бабушка, дедушка, дядя, тетя. Это разные семьи. Вот смотри, папа с мамой могут хорошо общаться. Потому что папа с одной семьей, мама с другой. А вот бабушка с дедушкой и мама с бабушкой совсем другая семья. Ребенок задаст вопрос. Я имею в виду, как общаются люди, которых он видит чаще всего. Потому что есть еще школа, но это другое. Вот смотри, он уважает бабушку и уважает маму. Он любит маму, любит бабушку. Но мама с бабушкой может так, извините, себя очень невыжительно вести. Да, похороните меня за плинтуса. И при этом мама с папой может очень невыжительно себя вести. Это, как говорят, две разные семьи. Вот сложно. Да, сложно. Вот очень сложно. Знаешь, Андрюш, вот мне в это трудно поверить. А мне нет. Вот мне трудно поверить в то, что с одним и тем же человеком, если мы говорим о маме, он общается со своей мамой так, и не просто общается, она так чувствует, она с ней такая. И та же самая женщина с другим человеком абсолютно другая. И нет никакой связи. Хочется Ленина процитировать, как далек он от народа. Легко, Саша, к сожалению, легко. На самом деле, тут вот эта вот бабушка может быть как раз тем самым фактором, проецирующим эти отношения. Очень легко, мой друг, да. Знаешь, это более страшно. Представить, что мы распадаемся сегодня настолько, что нет никакой связи вообще. Да, 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 мой дорогой. Я тебе скажу еще более страшную вещь, забегая вперед, в топик такой, на одну секунду, да. Поговори с любым психотерапевтом и психологом, и он тебе скажет, что человека как монолитной личности не существует. Есть конгломерат субличностей. Иногда эти субличности плохо знакомы друг другом. Не буду с этим спорить, это очевидно. Поэтому такие феномены, я не могу сказать тебе, что это норма, когда вот мама с бабушкой всегда очень вежливо и равна, да, выходят в другую комнату, где дедушка, и начинается хамский скандал. Не могу сказать тебе, что это норма. Ну, хорошо, в таком случае я говорю о норме. Это не норма. Окей, хорошо. Я имел в виду норму. Хорошо. Я имел в виду более-менее цельного человека. В норме личность контролирует себя. Да, хотя бы на уровне контроля себя, да. Мы к чему это все говорим? Мы говорим это к тому, что ребенок это самый универсальный шпион, да? Он следит за тобой каждую секунду. Как ты выходишь из туалета? Как ты выходишь утром из маминой спальни, да? Как ты сидишь за столом? Вольно или не вольно. Как ты ешь, да? Как ты чистишь зубы? Как ты говоришь по телефону или с кем-то, да? Ребенок это универсальный шпион. И нужно всегда это понимать. И лицемерие, лицемерие он ловит очень четко. Точнее, чем чтобы ты не понимал. Безусловно. Ну, вот, да. Так что мы в конечном итоге с вами сегодня поняли? Мы поняли, что воспитывать ребенка нельзя. Надо воспитывать себя. Да, и всю жизнь воспитывать себя. Потому что это воспитание ребенка не заканчивается, когда ребенку стало 18 лет. Нет, это никогда не заканчивается. Вообще, если говорить о семье, то семья это никогда не бриллиант. Это всегда алмаз. И что бы я хотел еще сказать про... Ты никогда не закончишь грани точить. И что бы я хотел сказать еще про воспитание и про русские традиции. Я большой сторонник именно с той точки зрения. Дети не должны жить с родителями. Более того, я считаю, что как только это возможно, и если это возможность есть у родителей, ребенок должен жить отдельно. Как только это возможно. Он должен сам учиться жизни. Он должен сам строить свою жизнь. И самое страшное, когда эти дети уже повзрослев и став сами уже взрослыми людьми, продолжают жить с родителями. Вот это я считаю тоже воспитательным фактором очень важным. Ну ты же, можно я скажу помягче? Давай, ругайся. Я не ругаюсь. Есть дети, которым нужно жить отдельно. И пусть их будет 99%. А есть 1% или 0,5%, которым нужно жить. То есть, должен, слово должен, я здесь с трудом воспринимаю. Да, я согласен. Должен то, чтобы была такая возможность. Желательно. Это дальше свободная воля. И смотрите, подождите, должно то, что органично, Саш, нет? Ну, вот что мне органично присуще, то мне и должно. Ты говорила эту волшебную фразу по поводу некой, скажем так, общей тенденции или еще что-то такое. И исключения, да? Понимаешь, ведь мы тоже говорим, что старики не должны где-то в одиночку погибать при живых детях. Не должны, если сами этого не хотят. Да, если сами этого не хотят. Но при этом такое случается. И очень часто. Поэтому еще раз говорю, что мы говорим скорее о том, что желательно бы все-таки было. Я так считаю. Окей. Ты со мной согласен? Согласен. Я согласен с тобой, что желательно быть личностью. Что личность желательно должна быть громовичной. Что личность должна желательно себя контролировать. Я согласен. Более того, я соглашусь с тобой в главном. Личностное начало заразно. То есть, если рядом с тобой растет маленький человечек, а ты личность, да? Он будет заражаться твоим личностным потенциалом. А если наоборот, ты деструктурированный козел, то ребенок будет заражаться твоей деструкцией, а не личностным потенциалом. И вероятнее всего будет козлом. Безусловно. Хотя бывает исключение. Но вероятнее всего будет. Да. Я совсем соглашусь. Но по счастью, вот в этой щелочке исключений сидит Бог. Понимаете, ребята? Вот Бог кроется в мелочах. Он сидит в щелочке исключений. Бог в щелочке. Понимаешь, да, Андрюш? То есть, вот, да, почти всегда так. Это знаете, как вот дважды два четыре на уровне макроявлений, да? А на уровне микроявлений дважды два вероятно четыре. А вероятно и не четыре. И вот в этом вероятно. Ну, конечно. Мы должны были вероятно с самого начала оговориться, что мы не говорим никаких гарантий. Это смешно говорить. Безусловно. Говоря о людях... Мы вообще очень субъективно. Вот сидят три таких субъекта, которые рассказывают субъективно точку зрения, которые не обязательно являются истиной. Я почему все время к этому цепляюсь? Посмотри комменты к нашим прежним видеоблокам, да? Очень большое количество людей воспринимают то, что мы говорим, как некую истину, которую надо либо разбить в пух и прав, с которой надо спорить, либо с которой надо соглашаться. Понимаешь? То есть, я все время настаиваю на том, что есть, как правило, возможно, должно, желательно, да? А жизнь показывает вот такие вещи. Ну да, это нужно правильно понимать. Это надо правильно понимать. То есть, если в твоей семье не получилось все так, как пишет Януш Корчук в своей книге, вряд ли это трагедия. Возможно, просто в твоей семье есть некий вот такой индивидуальный поворот. Ну как? Ну родился же Ломоносов в личность. Не только вне всякого. Нет, для чего он у нас? Очень много людей. Очень много, да. С другой стороны, родился Владимир Ильич Ленин в очень интеллигентной семье. Ой, ну зачем ты? Я не понимаю, что ж такое? Такой чай был вкусный. Давайте говорить про тех, кого мы лично знаем как людей. Да, и любим. Как их же. Те, кого мы можем оценить по их человеческим качествам. Даже не по уровню профессии. Я говорю только потому, что воспитание проявляется в этом. Только какой ты человек. Вот, кстати. Не профессионал, а человек. Вот, кстати, вот вы, например, оба. Значит, друзья мои, давайте будем честны. Вы, наверное, вряд ли скажете, что росли в идеальных семьях. В кристально чистых, хрустально прозрачных. Всякое бывало, правда? Ну бывало. Андрюша, всякое бывало. Но вы-то выросли в личности. Ты знаешь, я могу сказать... В моем случае это случилось не вопреки, потому что у меня была хорошая отношения. Я в Москве точно так же. Окей. Может быть не идеально, но... Окей. Я могу сказать, что все, что я имею, вы говорите о моей матери. Она постоянно поощряла все мои желания, постоянно какие-то увлечения и так далее. Значит, все нормально. Значит, тоже не вопреки. Нет, нет. С общением было тоже все нормально. Хотя было и мат, и все что угодно. Нет, нет. Это другое. Ради Бога, пусть будет мат. Правильный мат, конечно. Смотри, но вы же смогли отсепарировать как-то это, да? Вы смогли отсепарировать главное от случайного. А мы об этом говорили. Родители тоже ссорились? Нет, мы об этом и говорили. Твоя мама ругалась, правильно? А мы и так ссорились, что просто вообще гром небесный, да? Но мы же все с вами втроем как-то смогли отсепарировать случайное наносное от неслучаемого. Почему мы с вами это сделали? Объясняю, как это не нагло звучит. Потому что мы с вами совершенствовались. Мы читали, мы слушали хорошую музыку, читали книги, нет? Ну да, общались с людьми. Мы общались с людьми, мы учились, правильно? То есть мы прорастали жизнь, делая самих себя. Я к чему это все еще раз говорю? Нет воспитания детей, есть воспитание себя. Воспитываешь себя, воспитаешь и ребенка. Не воспитываешь себя, ну никого не воспитаешь. Да, поэтому особенно... На этом можно ставить точку. Точку жирную, большую. Выпьем? Выпьем. Ну что, господин Орлов, ответили мы? Вопросы. Ну в целом... Ну Сашинка, нет, ну тема же бездомная. Нет, 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 я доволен, что... Ты доволен? Да, я доволен, что мы друг друга поняли. А вы, собственно говоря, опять на финальной этой ноте за души вот этих вот умерших стопчеловесовики унесло? Кошмар. Да я не могу просто. Это какая-то, в моем понимании, жуткая мистическая трагедия. Держитесь, друзья, ладно? Все, кто имеет к этому какое-то отношение, держитесь ради Бога. А те, кто еще здесь, будьте здоровы. Будьте здоровы и берегите себя.